Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Ильюза Шерифулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состоялось открытие выставки, посвященной Ментимиру Шаймиеву. Изменения в новой политике конфиденциальности ватсап. Баскетболисты КФУ в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, председатель комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов встретился с руководителем рабочей группы, ректором Казанского федерального университета Ишатом Гафуровым. В рамках встречи обсуждались приоритетные мероприятия текущего года, объявленного в Республике годом родных языков и народного единства, которые возможно реализовать под эгидой комиссии, а также вопросы их администрирования и финансирования. К другим новостям. Состоялось открытие выставки, посвященной первому президенту Республики Татарстан Ментимиру Шаймиеву. О том, как проходило мероприятие, расскажет наш корреспондент. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» начала работу выставка «Лица Республики. Первый президент Татарстана Ментимир Шаймиев». Особенно примечательно, что открытие выставки состоялось в день рождения Ментимира Шаймиева. В открытии принимали участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгат Сафаров и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я от имени всех присутствующих здесь, от себя лично хотел бы поздравить и выразить ему глубочайшее уважение, огромную благодарность за все, что он сделал и продолжает делать для родной республики. За подвижническую работу сегодня, о сохранении историк-культурного наследия, возрождении духовности в обществе, защите родных языков, неустанный труд на благо и во славу родного Татарстана. Экспозиция включает в себя фото и видеоматериалы, связанные с общественно-политическими, культурными и экономическими аспектами деятельности Ментимира Шаймиева в должности президента Республики Татарстан. Работа выставки продолжится до 30 января. Кристина Надышина, Леонард Авлетиаров, Универ Ньюс. Если у Павла Дурова в его мессенджере Телеграм увеличилось количество пользователей на 25 миллионов человек, то у другого мессенджера WhatsApp из-за их новой политики конфиденциальности произошел сильный отток пользователей. Подробнее в нашем следующем репортаже. В начале января разгорелся скандал вокруг мессенджера WhatsApp. Произошло это из-за того, что приложение изменило свою политику конфиденциальности, в связи с чем пользователи встали перед выбором – делиться своими персональными данными с Facebook, которому сейчас принадлежит WhatsApp, или отказаться от использования приложения. Если данные будут подвергаться какому-то анализу, например, по ключевым словам, содержание сообщений, поищу чему-то, и, например, можно кластеризовывать пользователей по переписке, например, что им интереснее, так у них интереса, и через Facebook продавать таргетированную рекламу. А чтобы эта реклама была прямо приносящей доход, то есть на нее кликали, это должно попадать в интересы пользователя. Хотя разработчики Facebook и WhatsApp попытались объяснить, что они в любом случае не имеют доступа к личным сообщениям пользователей и их звонкам, а изменения, нужные для лучшей интеграции WhatsApp с другими продуктами Facebook, это уже не спасло ситуацию. Пользователи стали массово переходить в другие мессенджеры. Компания не оставила в стороне негодование пользователей и попыталась объяснить новую политику в сообщении в своем блоге. В этом обновлении мы предлагаем новые возможности для общения с компаниями WhatsApp, а также подробнее объясняем, как именно мы собираем и используем данные. Сегодня покупки WhatsApp еще не столь распространены, но мы думаем, что в будущем эта ситуация изменится, и поэтому считаем, что пользователям будет полезно знать о наших новых услугах. Это обновление ни в коей мере не расширяет наши полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook. Что хочет компания Facebook? Она хочет сделать так, чтобы данные, которые аккумулируются в WhatsApp, они шли в Facebook. При этом надо понимать, что речь не про право читать сообщения. То есть очень много людей, очень большому количеству людей кажется, что речь на самом деле идет про то, что Facebook будет читать сообщения в WhatsApp. Нет. Но так или иначе, для того, чтобы у людей рассеяли сомнения по поводу утечки их данных, представители компании объявили, что берут паузу, чтобы разобраться с теми из информации окружающей обновлений политики конфиденциальности, а также откладывают срок вступления новых правил в силу. Джамини Баева, Универтньюз. Недостаток йода в организме может привести к хронической усталости, головным болям и частым болезням. Как отдельное химическое вещество, йод усваивается хуже, чем в составе продуктов. О том, как насытить их функцию, смотрите далее. Органическое удобрение для сельскохозяйственных культур, способное повысить в них содержание йода, создали ученые Института экологии и природопользования Казанского университета. Человек не только должен насыщать свое чувство голода, утолять свое чувство голода, но хорошо бы, чтобы он правильно питался здоровой пищей и функциональной пищей. Так ученые придумали создать удобрение, которое будет содержать добавочный йод. Он будет поступать в растения, например, такие как зеленые или зерновые культуры. Поскольку у нас реализовывался проект, где мы получали, делали технологию, создавали технологию получения нетрадиционного нового удобрения на основе куриного помета, который мы получали методом пиролиза, получая так называемый биочар или биоуголь, мы подумали о том, что как раз на этот биочар и можно нанести йод. Таким образом будет получен двойной эффект. Во-первых, биочар, то есть древесный уголь, увеличит плодородность почвы и урожайность культур. А во-вторых, будет медленно освобождать йод, и тем самым растения его поглотят. Это действительно получилось. Мы провели лабораторные эксперименты, мы провели полевые эксперименты. Весной этого года была одобрена заявка на патент для новой технологии. Также метод был уже опробован на полях индустриального партнера «Агросила». Необходимо сделать еще один шаг по конструированию и созданию установки пиролизной непрерывного типа, потому что количество пометов, навозов, которые образуются, огромное. По словам Светланы Селивановской, как только этот шаг будет преодолен, технологии можно будет широко использовать. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Перерыв на сессию в студенческом спорте подходит к завершению. Игроки сборных постепенно возвращаются в рабочий ритм, чтобы уверенно продолжить выступления в различных чемпионатах и первенствах. Сборные КФУ по баскетболу не стали исключением. Егор Белоусов сейчас подробно расскажет, как баскетболисты готовятся к продолжению регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». 10 декабря баскетбольные сборные Казанского федерального университета вошли в сезон. После долгой и утомительной паузы в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» стартовали игры регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Первой части регулярного чемпионата женская и мужская сборной КФУ успели провести три матча. В женской части чемпионата баскетболистам федерального пока нет равных. Во всех встречах девушки из КФУ выигрывали с разницей как минимум в 10 очков. У женщин сейчас сетка более-менее попроще. Они три победы подряд завоевали. Осталось еще, если я не ошибаюсь, два матча против КДК и против Академии спорта. Оба матча будут очень интересными. Надеюсь, что получится его даже показать в прямом эфире. Я больше, на самом деле, жду все-таки встречу с Академией спорта, потому что у них ротация состава больше идет такая, а то, что игроки из сборной, которая играет в региональном чемпионате, могут спокойно оказаться и на чемпионате России, и также наоборот. Так что класс игроков намного выше. Мужская сборная оступилась всего один раз на старте чемпионата, проиграв сборной энергетического университета со счетом 59-67. Однако в следующих матчах парням из федерального университета не было равных. Принципиальный соперник, а именно сборная Казанского авиационного института, был повержен со счетом 76-53. А в заключительном матче перед перерывом против сборной к НИТУ федералы сделали счет 72-57, забрав еще два очка в свою копилку. Мужской сборной ситуация в турнировой таблице тоже интересная. Одно поражение они допустили, два матча они смогли выиграть. И также им предстоит играть с КТК и с Академией спорта. Там, я не постесняюсь этого слова, будет настоящая заруба, борьба за чемпионство и за выход в плей-офф. До возобновления чемпионата остается совсем мало времени. Каждая тренировка идет в усиленном режиме, так как впереди сборную КФУ ждут матчи с Академией спорта и Казанским государственным аграрным университетом. Ближайший матч сборная Казанского федерального проведет в гостях у Академии спорта 28 января. Надеемся, что оставшееся время команды проведут в усиленном режиме и покажут нам красивый баскетбол. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok